Друзья, если вам нужно восстановить удалённые данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса, начиная от установки системы, её настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В данном видео я не буду останавливаться на тех случаях, когда у вас есть доступ к смартфону или планшету человека с переписками и чатами, которого вам необходимо ознакомиться, а также к аккаунтам мессенджеров пользователя на ПК. В таких случаях всё просто – открыл и прочитал. Но предположим, что доступа к чужим мобильным устройствам и приложениям у вас нет. Как быть в таком случае? Допустим, есть компьютер, которым пользуется человек, прочитать чаты и переписки в мессенджерах которого нам необходимо. Запускаем данные ПК. Если у вас есть доступ к нужной учётке, вы знаете пароль или он не установлен – отлично, заходите в неё. Если доступа к такой учётной записи у вас нет – не расстраивайтесь. В неё можно войти и без пароля. О том, как войти в Windows не зная установленный на вход в учётную запись пароль, сбросить или взломать его у нас есть отдельное видео. Ссылку на него я оставляю в описании. Вся фишка в том, что каждый из указанных мессенджеров имеет веб или онлайн версию. Ссылки на них я оставлю в описании. То есть ими можно пользоваться онлайн с помощью интерфейса браузера. Веб или онлайн версия мессенджеров полностью синхронизированы с их версиями для мобильных устройств и для ПК. Запускаясь в браузере, мессенджер автоматически подтягивает все чаты и переписки, которые были осуществлены в приложении, на смартфоне или с ПК. Это первый важный для понимания момент. После того, как вы вошли в компьютер нужного вам человека, запустите Hetman Internet Spy. Ссылка на страницу для скачивания программы будет в описании. Выберите «Анализ системы». После его окончания выбираем нашего пользователя. Обратите внимание на следующий момент. Для получения доступа к регистрационным данным аккаунтов пользователя, желательно войти в Windows из учётной записи, которой пользуется именно данный человек. Это имеет значение, так как система не предоставляет доступа к некоторым учётным данным и паролям от одной учётной записи для другой. Браузер для анализа. Для этого необходимо проанализировать именно используемый данным пользователем браузер. Но вы можете и поочерёдно проанализировать все браузеры, пока не обнаружите тот, в котором есть нужная информация. Какие же данные нам отобразила программа после окончания анализа браузера? Нам стала доступна полная история интернет-сёрфинга проанализированного пользователя. Вся она в хронологическом порядке отображена в меню «История». Здесь много данных. На какие же именно данные необходимо обратить внимание вам? Первым, что нужно проверить, если необходимо получить доступ к тому или иному мессенджеру – это смогла ли программа вытащить пароль от него. Ведь, чтобы залогиниться, нужны регистрационные данные. Для этого переходим в меню «Пароли». Здесь отображены все зафиксированные браузером логины и пароли, в том числе и от веб-версий мессенджеров. В моём случае я вижу, что InternetSpy обнаружил логины и пароли для webicq.com и 3wmessenger.com – это страницы веб-версий ICQ и Facebook Messenger. По сути, доступ к чатам и перепискам данных мессенджеров получен. Переходим на их страницы и логинимся с помощью обнаруженных регистрационных данных. Вот переписки и чаты ICQ. Переписки и чаты Facebook Messenger. А как же быть с остальными? Skype, Google Hangouts или Google Talk, Mail.ru Agent – регистрационные данные, от которых не определены. И тут я вам раскрою второй важный момент. Каждый из указанных в данном видео мессенджеров – Skype, Facebook Messenger, Google Hangouts или Google Talk, ICQ и Mail.ru Агент, связанные с соответствующими аккаунтами компаний, которым принадлежат. Для Facebook Messenger – это Facebook. ICQ и Mail.ru Агент – это Mail.ru. Google Hangouts или Google Talk – это Google. Skype – привязан к аккаунту Microsoft. Регистрируясь в Facebook или Mail.ru, а также создавая аккаунт в Google или Microsoft, пользователь получает доступ к сервисам данных компаний. Часто такие сервисы синхронизированы с аккаунтами пользователей и не требуют отдельной регистрации. К чему я веду? Веду я к следующему. Обратите внимание на сайт, в котором Hetman Internet Spy обнаружила логины и пароли. Это аккаунт Mail.ru Live.com – это Microsoft аккаунт. Аккаунт Google.com Логин и пароль от аккаунта Facebook. Чтобы открыть веб-версию, например, Skype и получить доступ к чатам и перепискам другого пользователя, достаточно залогиниться на сайте Microsoft, используя обнаруженные Internet Spy регистрационные данные. Итак, запоминаем или записываем логин и пароль от аккаунта Microsoft на Live.com и переходим на сайт Skype.com. Выбираем Войти – Использовать Skype в браузере. Вводим логин и пароль от аккаунта Microsoft. Выполняется вход в Skype. Вход выполнен. Доступ к чатам и перепискам другого пользователя Skype получен. Аналогичным образом можно получить доступ и ко всем остальным указанным мессенджером другого пользователя. Чтобы прочитать чаты и переписки другого пользователя в ICQ или Mail.ru агент. Запоминаем или записываем логин и пароль от аккаунта Mail.ru. И переходим на Mail.ru. Вводим логин и пароль от аккаунта Mail.ru. Доступ к аккаунту получен. В зависимости от того чата какого мессенджера нужно прочитать нажимаем в меню Все проекты и выбираем нужный. В меню выбираем пункт Web и читаем нужную переписку. Google Hangouts • Запоминаем или записываем логин и пароль от аккаунта Google • И переходим на Google.com • Выбираем меню в виде решетки • Еще • Hangouts • Войти • И вводим логин и пароль от обнаруженного программой аккаунта Google • Доступ к чатам и перепискам Hangouts получен • Таким же образом, используя логин и пароль от Facebook аккаунта нужного пользователя, можно перейти на Messenger.com и войти в веб-версию Facebook Messenger • Запомнив регистрационные данные от нужного мессенджера, вы можете входить и читать его с другого компьютера в любое время. Хозяин аккаунта даже не будет об этом знать. И, кстати, еще одно важное наблюдение. Если программа не определила пароль от нужного мессенджера или аккаунта пользователя, но вы видите, что в других ящиках или аккаунтах сайтов или социальных сетей, которые Hetman Internet Spy отображает, есть повторяющийся пароль, то велика вероятность того, что он используется данным человеком и для другого аккаунта. Попробуйте залогиниться в веб-версии нужного веб-мессенджера с помощью такого пароля. Пользователи часто используют один и тот же пароль для аккаунтов на разных ресурсах. Может также быть, что в данном меню не будут отображены пароли от веб-версии мессенджеров или других аккаунтов пользователя. Знаете, если пароль на вход в Windows предварительно сброшен вами, то программа вам не отобразит пароль от аккаунтов пользователя. Это связано с системой безопасности Microsoft. В таком случае установите пароль на данную учётку пользователя Windows и перезагрузите систему. Для этого перейдите в панель управления – Учётные записи пользователей – Управление другой учётной записью. Выберите данную учётную запись – Создать пароль. Или параметры – Учётные записи – Параметры входа – Пароль – Добавить. После этого снова проанализируйте систему с Internet Spy. В результате пароли к обнаруженным учётным записям отобразятся. Если даже вы не собираетесь взламывать никакие аккаунты пользователей и читать чужие чаты, программа всегда может вам пригодиться для того, чтобы в любой момент восстановить свой забытый или утерянный пароль, доступ к мессенджеру, посмотреть систематизированную историю посещения пользователя в интернете. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео было полезным для вас. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Жмите на колокольчик, если хотите быть в курсе наших новых роликов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.